Чит-день это день, когда вы можете позволить себе кушать все, что хочется, чего в обычные дни не позволяете. Пиццу, бургеры, сладкие напитки и так далее. Когда у вас был чит-день или пара чит-дней, выходные, то может быть очень тяжело психологически вернуться в обычный режим, откатившись по форме на неделю назад. Вот три простых способа, которые помогут вам вернуться к достижению ваших целей. Независимо, верите, планируете ли вы в чит-дни или нет. Они случаются с каждым. Это может быть пара дополнительных бокалов пива во время футбольного матча, это может быть очень большой кусок торта на дне рождения члена семьи, или это может быть пакетик печенья и какие-то напитки за просмотром сериала. У каждого бывают подобные дни. Эффект от чит-дня всегда один. Вы становитесь больше, живот может раздуваться, а вас заливать жирком и водой. Пресс больше не видно. Чит-день в середине вашего цикла похудения или тренировочного цикла может изменить вашу фигуру больше, чем просто сделать талию шире. Это может привести к краткосрочной потере мотивации. Мысли о чит-днях попадают в вашу голову и заставляют чувствовать себя неудачником, что в свою очередь вызывает у вас мысли, почему вы так часто об этом думаете. Если вы постоянно думаете о том, может ли вы придерживаться плана, то наказывайте себя дополнительной нагрузкой. Чит-дни бывают у всех, но это не повод для того, чтобы все бросить и отказаться от того, чего вы добились. Вот три способа, которые помогут вам вернуться в обычный режим с правильным питанием. Очищение и восстановление организма. Эффект от чит-дня двоякий. Ваше тело чувствует себя нехорошо, потому что вы закидываете в него тонны пустых калорий, и ваш настрой на тренировке становится вялым. Еда из чит-дней не просто наполняет ваш желудок, она делает больше, портит настроение, ваш энергетический уровень и ваши гормоны. Вот почему после чит-дня возвращаться в тренировочный процесс сложно. И ваше тело, и ваш разум просто засорены. Первое, что нужно делать, когда вы втягиваетесь в рабочий тренировочный процесс, это пить больше воды. Вода нормализует пищеварение, и не имеет значения, что вы съели. Ваше тело нуждается в воде, чтобы помочь организму быстрее очиститься. Вода также избавляет от обезвоживания, что помогает повысить энергию и очистить разум, чтобы вы могли чувствовать себя лучше и сразу перестроиться на рабочий процесс. После воды подумайте о том, что ваше тело нуждается в здоровом восстановлении. Поздно легли спать. Поспите днем. После того, как поели, дайте 5 часов вашему желудку на переваривание еды и ничего не кушайте. Вы ничего не можете сделать с теми продуктами, которые съели во время чьих дня. Но вы можете сделать все, чтобы помочь восстановиться как можно быстрее вашему телу и разуму. Номер 2. Возвращение в рабочий ритм. Это кажется скучным и неинтересным, но сделать это очень сложно, когда вы выходите из праздничных выходных. Как бы не было тяжело вначале, но лучшим способом будет как можно быстрее вернуться на правильный путь. Ешьте вареные овощи с курицей или немного салата на ужин. Чувствуете, что за время четмила съели много углеводов и у вас куча энергии? Используйте ее, чтобы сделать кардиотренировку. Выполнение чего-то позитивного и продуктивного поможет вашему телу и разуму быстрее восстановиться. То, что вы едите и то, какая у вас физическая активность напрямую влияет на ваше настроение, энергию и мышление. Поэтому вставайте и делайте. Возьмите на работу с собой несколько контейнеров с правильной едой, бутылку обычной воды и вкусный протеиновый коктейль, чтобы отпраздновать. Это не займет много времени, чтобы вернуться на правильный путь, но вам нужно сделать правильный шаг, чтобы вернуться к прежнему образу жизни. Номер три. Дайте себе перерыв. Фитнес тела не строится за один день. Вы знаете, что ключ к классному развитому физическому телу это не одна тренировка, это много тренировок, которые выполняются последовательно в течение долгого периода времени. Так почему же вы не применяете тот же самый подход в вашем питании? Думаю, что весь ваш прогресс в тренировках остановлен после одного чьи дня. Это то же самое, что если вы будете ожидать увидеть кубики пресса после одной тренировки на пресс. Каждому человеку время от времени требуется перерыв от тренировок. То же самое касается и вашей еды. Иногда, делая чуть дни, выходные и ощущая вкусы соленой, сладкой, жирной еды, вы понимаете, что сделали правильный выбор, что питаетесь большую часть времени здоровой едой. Вы не просто выглядите лучше, когда едите здоровую еду, вы чувствуете себя лучше. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok